Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Альбера Камю. Альбер Камю — французский писатель, философ, мыслитель, публицист и драматург. Один из ярких представителей атеистического экзистенциализма, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1957 году. Камю еще при жизни называли совестью Запада за его одержимость философскими проблемами смысла жизни и поиск истинных ценностей. Альбер Камю родился 7 ноября 1913 года в Мондувии, в Алжире, который в то время был колонией Франции. Семья Альбера была интернациональной. Отец был французом, а мать — испанкой. Когда Альберу исполнился год, его отец погиб в одном из сражений Первой мировой войны. Мать, будучи неграмотной и наполовину глухой, была вынуждена переехать в бедный район Алжира и устроиться на фабрику, чтобы прокормить двоих сыновей. В 1918 году Альбер поступил в начальную школу, которую окончил спустя пять лет. Как правило, после этого дети из бедных семей шли работать, но школьный учитель Луи Жермен настоял на том, чтобы Альбер продолжил образование в лицее и даже добился для талантливого ученика стипендии. Впоследствии благодарный Камю посвятил своему учителю Нобелевскую речь. В лицее Камю стал много читать. Он увлекся футболом и играл за юношескую команду. Альбер строил честолюбивые планы на жизнь, однако им не суждено было сбыться из-за туберкулеза. Тяжелая болезнь поставила крест на преподавательской деятельности, блестящей спортивной карьере и на службе в армии. С 1932 года по 1937 год Альбер Камю учился в Элжирском университете, где изучал философию. В этот период на него большое влияние оказали такие выдающиеся деятели, как Федор Достоевский, Фридрик Ницше, Андрей Житт и другие. В этот период Камю начал писать эссе и вести дневники. Параллельно с учебой Камю был вынужден работать и за несколько лет успел попробовать себя в разных профессиях, прежде чем в 1938 году стать журналистом. Эти годы были наполнены активной деятельностью во всех сферах жизни. Камю вступил во французскую компартию, но быстро разочаровался в идеях социализма. Он организовал передвижной театр труда, в котором выступал актером и режиссером. Глубоко заинтересованный экзистенциализмом, Камю изучал сочинения представителей этого направления философии. После окончания обучения Камю много путешествовал по странам Европы. Результатом этой поездки стал первый опубликованный сборник эссе «Изнанка в лицо». А спустя два года, в 1939 году, был напечатан следующий сборник «Брачный пир». Первый серьезный успех пришел к Альберу Камю в 1942 году, после публикации повести «Посторонние». В годы Второй мировой войны Камю, который к тому времени обосновался в Париже, вступил в ряды движения «Сопротивление» и стал членом подпольной организации «Комбо», сотрудником ее печатного органа. Именно это издание впервые опубликовало письма немецкому другу, принесшие Камю большую популярность. В 1947 году писатель издал еще один роман, которому дал название «Чума». На этот раз писатель пытался сделать основной акцент на положительных качествах характера человека. Описание вымышленной атаки «Чумы» в небольшом алжирском городке Оран привело к тому, что автор опять вернулся к рассмотрению вопроса абсурдизма. Герои бессмысленно и абсолютно незаслуженно страдают и умирают от бубонной «Чумы». С другой стороны, «Чуму» трактуют как завуалированное описание оккупации Франции в годы Второй мировой войны. Этот роман стал своеобразным символом борьбы со страданиями человека и вселенским злом. После этого библиография писателя пополнилась новой книгой «Бунтующий человек». Сборник состоит из трех важных философских работ Камю, которые проливают свет на само понятие экзистенциализма. Его произведение касается таких вопросов, как представление о свободе и истине, о том, как живет действительно свободный человек. Жизнь в понимании Камю – это бунт. И чтобы жить настоящей жизнью, истинной и свободной, нужно просто восстать против всего, что мешает воплотить эти идеалы. Дающийся вклад Альбера Камю в развитие литературы высоко оценили в 1957 году. Писатель стал лауреатом Нобелевской премии. Тогда же он приступил к работе над очередным своим романом и собирался занять должность директора в одном из крупных парижских театров. Альбер Камю ушел с жизни 4 января 1960 года в возрасте 46 лет. Причиной смерти стала автокатастрофа. Машина вылетела с шоссе и врезалась в дерево. Смерть писателя была мгновенной. Смерть известного философа восприняли как большую потерю для литературы. Ведь он мог стать автором еще многих произведений и значительно пополнить копилку своих работ. Уже после смерти писателя опубликовали его два произведения – «Счастливая смерть» и «Первый человек». Первую работу он завершил еще в 30-е годы. «Над второй» работал как раз накануне смерти. Опубликовали первую в 1971 году, а вторую в 1994 году. Всем спасибо за внимание. «Счастливая смерть» и «Счастливая смерть» и «Первый человек». «Счастливая смерть» и «Первый человек». «Первый человек».